Продуктовый вещевой мини-рынок в Самаре на улице Георгия Димитрова. Основное внимание общественного контроля направлено на продукты питания. На входе сразу же несколько павильонов с мясом, часть которого хранится вот так просто на ящиках возле павильона, а документы, подтверждающие его качество, у продавца попросту отсутствуют или просрочены. Это нарушение не единственное. Молочка и кисломолочная продукция, которая еще несколько минут назад стояла на прилавках, теперь лежит у порога павильона. Срок годности, например, творога, истек еще 9 дней назад. После такого угощения, кстати, не бесплатного, нервничать, скорее всего, придется и потребителю. Просроченный товар может угрожать жизни и здоровью человека. После появления на рынке общественников и видеокамеры несколько десятков точек закрылись, сработало сарафанное радио. Например, павильон торгующей рыбы свернулся в считанные минуты. На вопрос, почему, продавец ответить не смог. Чего испугались, собственно, почему убрали-то? Ну, потому что я не пойму, в чем дело вообще. Через какое-то время на защиту продавцов просрочки вышел мужчина. Назвался представителем администрации рынка. Идем дальше. Еще один павильон с молочкой. Здесь острый взор общественного контроля, полносливочное масло. Просрочка на этом мини-рынке также была найдена среди колбасы и томатного кетчупа на одной из точек. На вопрос «недогляд» это или намерение ответить трудно. С уверенностью можно сказать о том, что перед покупкой срок годности товара лучше проверить, хотя делают это не все. Мы думаем, что здесь контроль какой-то на рынке. Поэтому не спрашиваем. Исходя из проверки, можно предположить, контроль на рынке лишь общественный. Постоянные посетители стараются брать продукты только у проверенных временем продавцов. Я вот здесь всегда беру. Почему? Ну, не знаю почему. У них всегда вроде свеженькие. То есть доверяется она? Да. Обычный покупатель также может данную просрочку вернуть продавцу. Соответственно, должен получить за нее либо денежные средства, если он ее уже приобрел, либо идентичный товар, но уже с хорошим сроком годности. Данные информационные листы мы направим, что касается мясной и рыбной продукции. Это министерство, департамент ветеринарии Самарской области. Что касается остальной продукции, будем направлять либо в Роспотребнадзор, либо выходить со сковыми заявлениями в СОП.